10 часов в плацкартном вагоне Билет за 1300 рублей Я еду в маленький городок под Псковской областью Для того, чтобы показать вам, как живут люди в России Мое путешествие начнется с Балтийского вокзала в Санкт-Петербурге И закончится в небольшом городке под названием Севиш Вы по электронке едете? Да, да Паспорт тогда, пожалуйста А вы проводница? Да Здравствуйте А на кого я походу? Я не знаю, я просто думал, что люди, которые принимают пассажиров Не, 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 мы работаем Пятое место ваше, проходите Спасибо 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 Как газеты, что-то на лысканбор До ручки цель моей поездки посмотреть в каком состоянии сейчас плацкартные вагоны изменилось ли что-нибудь за 10 лет моего последнего путешествия по железной дороге по приезду пообщаться с местными жителями и посмотреть как они живут в этом ролике мне удастся поговорить с проводницей узнать какая у нее зарплата договориться с местным таксистом о знакомстве с очень интересным человеком также у меня получится встретиться с подписчиком и попасть на настоящую сельскую вписку друзья ну что я в поезде и хочу вам показать какие поезда ездит по железным дорогам санкт-петербурге собственно будет небольшой обзор на поезд начнем с туалетной комнаты и вот такой вот дозатор сейчас мы посмотрим есть мыло у кстати смотрите в первый раз вижу чтобы в поезде были вот такие вот ручки то есть обычно там есть такая вот штука как вот это видимо она была раньше где-то нажимаешь и там какое то время идет вода здесь прям можно лить сколько хочешь воду но нормально в целом ну выглядит более менее прилично здесь какая-то полочка здесь вот я для вас собственно ну сам толчок я вам показывать не буду потому что это во первых не очень прикольно во вторых но он более-менее более-менее нормальный вот по постельному белью смотрите вот такие вот матрасы на внешний вид более-менее просто не все на самом деле прям супер поглажены все чистые вот эти вот штуки конечно древние очень древние такие прямо не как будто вот-вот рассыпется от старины так в целом более-менее как обычный поезд как и знаете там 20 лет назад мне кажется ничего особенно не поменялось как я сказал ранее мне удалось поговорить с проводницей и задать ей вопросы которые так давно меня мучили расскажите как давно работаете в проводницах или как правильно это называть работаю я уже 6 будет 7 летом лет как проводницы какие самые странные были случаи вот за 6 лет вашей практике ну снимают наших проводников за контрабанду например потом всякие пассажиры странные есть кто-то напивается кто-то буянит и без выпивки что что больше всего раздражает в людях вот бортпроводниц но для меня самое ужасное это наверно вонючие носки мужчины когда вот особенно платкартного вагоня хотя в купе нам так же само если купе открываешь и запах носков мужских но и у женщин конечно такое бывает вот это самое ужасное наверно как часто вот пьяный но на данный момент раньше вот 6 лет назад когда я начала работать чаще я сейчас запрещено пить и у нас и по российской территории поэтому сейчас сейчас вообще нельзя и пить в поездах вообще ничего алкоголь на пара российской территории точно нельзя потому что у нас тут ходят эти проверяющие конструктора не проверяют ну что пассажир пили ну конечно в купе на вагоне это тяжелее проследить на плацкартам это легче да ты проходишь видишь что они делают есть какая-то романтика вот в вашей работе вначале всегда это романтика ну да вот ну как мне нравится дорога едем летом особенно нравится потому что ты видишь пейзаж какой-то через окно но я не скажу что у нас легкая работа питер мне нравится питер тоже посмотреть что до этого я как-то не представляла как ну как он выглядит ну вот как часто получается что вы у вас рейсы как это правильно звать рейсы там 8 на 8 что-то 8 8 не работаем 8 дней без остановки 8 тогда обратно вот эти 8 дней выходных как они проходят быстро сложно жить когда у тебя семья и ты работаешь таком графике я еще до 7 работал к сожалению и работаю сейчас проводником потому что у нас ну там где я живу в городе у нас с работы по такой город ну плявенис это от реки на 120 километров не поэтому не меняя работу и зарплату конечно какие-то социальные страховки все у нас на очень интересный вопрос интересен и честно для меня и я думаю для зрителей которые смотрят если можете ответить какая у вас зарплата просто очень интересно средняя зарплата ну 600 евро мы получаем плюс командировочные но смотря сколько ты отъедешь тоже от зависит от рейсов сколько ты делаешь вы посоветуете людям которые хотят пойти работать проводники да да я не скажу что совсем у нас плохая работа да я советую особенно когда ты молодой когда тебе хочется посмотреть что-то но это возможного для нас матыша это возможность съездить в питер или москву потому что мы нам визу делают рабочую как город можно посмотреть ну конечно не столько так весь весь ну что-то главные какие-то достопримечательности ну что друзья какая поездка может быть без уфтерпродов и чипсов розетки кстати есть только в начале и в конце вагона сейчас любителям асмр посвящается а ровно в пол четвертого ночи наш поезд остановился в городе себе же за все время в пути мне удалось поспать максимум пару часов я заранее забронировал отель в котором собираюсь остановиться но фотографии номера я не видел поэтому для меня это будет сюрпризом свободны прибалтийские поедем спасибо так ну что в принципе неплохой номер две кровати я ожидал хуже стоимость этого номера 1200 рублей 1100 в общем совсем недорого сейчас будет небольшой рум-тур даже мыло есть пол шампунь бумагу не бросать телевизор биби кей нормально не ждите что-то в стиле ревизора потому что но супер дешевый отель ночью тут придираться к нему вполне нормально одеяло простыня это так но у нас тоже имеется в общем в общем ладно друзья все давайте спокойной ночи завтра увидимся я думал котяра твой а не не местный местный здрасте я тут фильм про ваш город снимаю как хотите пару слов рассказать про свой город я бы мог тебе человечек а предоставить который мог бы тебе рассказать бывший директор музея он все это везде все это знает район очень интересный самый богатый на озера речки болота более 600 наименований салиславич привет слушай чем занимаешься ясно понятно так слушай человечек хочет скажем так экскурсию небольшую с комментариями про наш район про наш город как ты насчет подшабашить немножко как смысл мне за копеечку за денежку я понял это понятно даже не обсуждается так за какую девушку денежку раз и когда ну когда вот она сейчас у меня в машине сидит я сейчас могу за тобой приехать и там уже договоритесь да все давай через 10 минут возле солнечной хорошо давай а что скажете вообще про жизнь всеми слушай но если бы предприятия и организации не посокращались бы было бы очень обалденно если бы налоги не уходили никуда ближе к столице я сам с кубани после военного училища сюда приехал войсковую часть все бишь 5 здесь остался обалденно после кубани лес грибы и ягоды охота рыбалка чаще надо мужику поэтому я сюда никуда по крайней мере не собираюсь уезжать как относитесь к нынешней власти как-то до нового года я смотрел в интернете копошился очень где-то свердловская что ли губерния где-то там за уралом вот местные выборы выиграл паренек там 33 или 35 лет после инаугурации на следующий же день собрал всех представителей организаций частных предпринимателей не сказали ребята я в районе состою независимый аудит бухгалтера любой организации которые будут в нее включены будут проверять договора контракты и так далее и тому подобное не дай бог кто сворует копейку посажу буквально через полгода район стал самодостаточный отремонтировал все и вся и так далее и тому подобное все этого достаточно достаточно в нашей стране просто не воровать планируете куда-то уезжать я уже на пенсии у меня военная пенсия нафиг больше ничего не надо у меня тут дети жена теща есть свой огород свое хозяйство срещено москва питер сюда приезжают они с удовольствием здесь все лето если даже не больше первые два дня так они вообще даже водку не покупают что от воздуха пленеют здрасте вас найти заходи я полгода правда не проводил ничего страшного для ля у тебя подвешено ну это не всегда городок на самом деле про городок александр больше даже меня расскажет немножко рассказал тем не менее он рассказал много интересных исторических фактов о городе в целом все это можно было почитать в интернете но самое главное он сказал что это тот город в который нужно приезжать когда ты хочешь встретить старость небольшая экскурсия по местному базару не могу пройти мимо этого магазина потому что это один из самых топовых магазинов как мне кажется в этом городе зацените название это скорее всего артемий лебедев делал такое в его стиле ребят мне написал в инстаграме мой подписчик сейчас мы пойдем с ним завтракать потому что я с утра так и ничего и не ел знакомьтесь ребята всем привет меня зовут никита я друг саша жучкина который приехал в этот славный город себеж и сегодня мы идем сперва позавтракать уже в обед пойдем что это за место суши это кафе италия города себеж и еще какие-то места где можно поесть узбеки чебуреки там автостанция ну в принципе тут а еще есть гостиница 7 ресторан ну так вот а что здесь тебе пицца на пицца какие-то гамбургеры это пепперони да честно тебе скажу здесь вообще на самом деле по пскову и по вот этой области все скучно внуло пиздец эти честные игры едут ну когда делами занимаюсь так еще тогда ничего голова отвлекается а так тут просто даже не знаешь чем заняться не знаю меня вообще город никак уже не привлекает ну просто там вообще никак можно работать слушай я тебе скажу честно что неким а максимум что здесь такое в принципе по городу это на таксист таксистом либо ловить рыбу здесь рыбаков здесь половина либо рыбаков либо пьяниц либо торгашей а нет почему еще есть пограничная служба но опять таки не все тут не местные они все перекидывают и я попросил никиту показать те места которые по его мнению было бы интересно посмотреть что это за здание это чудесное красивое здание сибирский сельскохозяйственный техникум учился здесь нет я не учился здесь не доводилось я сейчас вам скажу по правде даже там ни разу не был здрасте а можно поступить поступить нельзя то есть значит это сибирская колония детская колония насколько я знаю вот посмотрите как ее благоустроили то есть здесь как бы далеко такой не совсем ущербный скажем так забор симпатичный здание вот двухэтажное здание что располагается находится внутри я по честно не могу вам сказать то что я там тоже ни разу не был слава богу за что за что сюда людей привозит то есть малолеток ой ну слушайте я думаю что это скорее всего какие-либо там случаи имеют место быть например не знаю украл что-нибудь у кого-нибудь там до обманул кого-то то есть не дай бог там порезал застрелил убил там ну всякое может быть ну так как это говорят по малолетки по хулиганству в основном наверно всякие кражи там что-либо там не знаю велик у кого-нибудь дорогой украл это прям реальный кинотеатр туда и вас да здесь это вообще сибирский районный дом культуры и здесь вот уже на протяжении двух лет существует кинотеатр то есть ты реально можешь прийти сюда посмотреть какой-нибудь фильм вот тебе афиша пожалуйста то есть как бы да не знаю только как-то здесь постоянно всегда мне кажется пусто народа нету ну в принципе сейчас зима холодно а так весной летом да когда люди гуляют сюда приходят посмотреть различные фильмы тут же рынок какой-то прям секундом к торгуют короче вот такой вот нормально тут можно еще и придется надо тролль 200 рублей хищные хищные птицы 16 00 интересно сходить пять пар в каждом городе в каждом городе у метро вот всегда пять пар 100 рублей вообще интересно есть какие-нибудь места какое-нибудь место вообще в мире где 5 пару стоит хотя бы 90 рублей причем это не секунд это же грубо под новый ценового типа да чё можешь сказать в целом вот про этот город безумно красивый город на самом деле райское место на земле потому что обратите внимание друзья какое красивое сибирское озеро обратите внимание какая красивая набережная очень красиво исторически сложилась вот эта замковая гора здесь безумно красиво когда у тебя будут дети сюда их отвезешь или где они тебя будет жить я не буду утверждать что они здесь будут жить это маловероятно но тем не менее я хочу сказать что летом хорошую теплую погоду я их буду сюда привозить для того чтобы погулять потому что здесь очень хорошая экология чистый воздух нет загадок нет такого как больших городах за газон загазованности от различных там я не знаю выхлопов машин заводов и прочей ерунды поэтому здесь как свои плюсы так свои минусы и 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 остаток дня мы гуляли по городу общались и предлагаю переместиться на несколько часов вперед где неожиданно для меня состоялась интересная встреча и так в общем друзья сейчас мы будем знакомиться с местными девчонками и я не знаю что из этого выйдет поэтому мне очень самому интересно на посмотреть что будет за местные такие девчонки поэтому обязательно обязательно напишите ваше мнение в комментариях по поводу них привет это все по желанию и это никто не то есть да конечно мы же не звезды ну может хотите стать им нет спасибо и так нормально нам последний ну вот мне последний разошла ну мы фоткались на конях и один конь ну возбудился может у него срок вывалил да я хочу послушать комиссию ну и все возбудился и неадекватно себя вел мы плохо фотографировались то есть ты сидела на коне вот на меня нет я нет я не фоткалась я только в 100 и быстренько пофоткалась и все он видел тебя? конечно это связано? нет вряд ли я думаю что на мою сестру мы пришли сняли квартиру и все мы только сняли заплатили деньги и говорю я не поеду все и ну тогда поругались и все и я говорю я не поеду но потом через день мама сказала да блять иди ты уже поможем если что я потом переехала поможем в смысле если что ну там с едой там вот это все потому что я думала как я ну когда я переехала мне было 23 ну с вами 23 года дома я вообще ничего не готовила то есть как бы я вообще ничего не делала и тут как бы ну надо ну ты думаешь ты будешь держать ну я должна что это делать и у меня же тебя паника блять что я буду делать я отказалась ну потом все таки согласилась ага но в итоге это не так сложно казалось ты все с этим справилась да загореть переехать то есть ну случится такое что надо переехать я смогу это сделать но я не хочу ну что-то не пока мне комфортно тут я и так и буду жить пока мне комфортно ну это как говорится из зоны комфорта я выходить не хочу угу вот смотри что мы делали гореть да блять я покрыл это не могу ясно не могу ясно не могу ясно не могу я просил уговорить ну ну прибедняется я вот так если ногу блять дозру у меня отразовы порвется значит становились ты просил на чей выход а выход только такой Себеш это действительно жемчужина псковской земли во-первых удивительное географическое положение города город расположен между двух озер во-вторых огромное количество дореволюционных зданий составляющих исторический центр города этим городом я открываю свою серию роликов где я путешествую по разным городам нашей с вами Великой России меня зовут Александр Жучкин до новых встреч и напишите в комментариях какой город мне стоит посетить пока супер вот 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 Продолжение следует...